Как хлопком ладоши попасть в транс? В такое поточное состояние, чтобы рисовать картины. Но это арт-терапия своего рода. Вот посмотрите. Значит, транс в переводе, безграничность. Поэтому говорят, трансконентальный, трансгалактический и прочее. Ну, в мозге человека трансовое состояние. Ну, иногда говорят, что это когда ты сильно там увлечен чем-то и уже ничего не замечаешь. Ты в трансе находишься. И поточное состояние, когда у тебя одна доминанта, но ты в ней, и она отключила все остальные. И там своя характеристика. Это есть такие вот методики разные. Вот, например, разрыв шаблонов там и прочее происходит. Блоки снимаются, страх снимается, стереотипы мышления. Это вот трансовое состояние, когда изобретатель, например, решает какую-то задачу и так сильно сосредоточился, что ему тоже не до чего. И там другое время происходит. Имеется в виду восприятие другого времени. Там можно спросить потом, что быстрее, скорость мысли или скорость света. Ну, в данном случае скорость мысли, потому что там сверхпроводимость между нейронами. И доминанта, это по-октумскому, это когда происходит торможение всех других доминантов, и она распространяет свое влияние на все структуры. И в том числе организмы, естественно. Поэтому в трансе внушают людям, ты будешь здоров, и вот эта установка влияет на организм. Да, в обычном состоянии много доминанта, они конкурируют. Ты можешь думать об одном, можешь думать о другом и принимать решение, выбор делать. Я потом в следующий раз расскажу вам удивительную вещь о том, что такое вообще сознание, откуда оно появилось. Почему из животных произошел человек, и что повлияло этому, и в чем разница автоматического поведения человека и осознанного поведения. Это очень важный момент, и мы сейчас о другом. Так вот, если вы хотите хлопком в ладоши попасть в транс, Если вы решаете задачу, которая требует для своего решения разрыв шаблонов и выхода в транс, то есть задача, которую вы пытаетесь решить, которая без транса решиться не может, то есть эта задача, при попытке ее решить, она и вызывает транс. Ну, например, раньше на Востоке был такой прием. Когда обучали, ну, там, гуру, там, или кто-то обучал, значит, человека вызывать транс, он ему задавал вопрос. Представь себе хлопок одной ладошью. Это же задача, которая в обычном логическом понимании, при здоровом смысле, как говорится, в обычном состоянии бодрствования, представить себе хлопок одной ладоши невозможно. И поэтому, когда ученик, так сказать, пытался решить эту задачу, ну, пытался, пытался, и в конечном счете провоцировал у себя транс, и тогда он мог представить себе хлопок одной ладошью, ну, потому что ему там было пофигу, одна ладошь там, или там пять ладошей, или это другое состояние работы мозга. Да. Там отличается вот это оценочное осуждение, это правильно или неправильно, может такое быть или не может такое быть. И поэтому изобретатели этим пользуются, чтобы отмести все авторитеты, все стандарты, какие существуют, чтобы поверить в то, что невозможно, и там, наконец, изобрести. Я вам такой пример приведу, где-то я читал очень интересный научно-фантастический рассказ. Когда собрали группу людей, показали им фильм, что один изобретатель изобрел, оказывается, антилевитационный прибор. Вот у него был ранец, и он взлетел над крышей дома и парил воздух. Да. Ну, они до такого фильма, естественно, если их спросить, может такое быть, они, конечно, нет, у них есть свои стереотипы. Но когда они увидели этот фильм, они, значит, так были потрясены, что это возможно. Это возможно. Ну, потом они спрашивали, а что же судьба этого изобретателя, и что за агрегат такой. Вот так им сказали, мы вас потому и собрали, что оказывается, там какая-то произошла катастрофа автомобильная или еще чего-то, изобретатель погиб, и вот ничего из этого устройства не осталось. Ну, вот мы вас собрали, потому что это документ, это на самом деле, вот вы видели своими глазами, поэтому изобретите это. И вот они, поскольку они видели это своими глазами, они поверили, шаблонные мышления разорвались, блоки сознания ушли, и они в этом трассе увиденного, они изобрели. Они изобрели антиграцитуционный прибор. Правда, он был не такой, что вранцы, можно так сказать, над крышами домов летать и там плясать в воздухе, делать кувырки, не такой. А это был большой, какой-то такой агрегат, там целую комнату занимал, такой тяжелый. Ну, и потом сказали, мы вас поздравляем, потому что вы сделали революционное открытие. Они так удивились, а как это? Ну, а потому что мы вам просто показали фильм, которого, ну, в принципе, мы его придумали, мы его сделали, чтобы немножко раскачать ваши мозги. Ну, они сделали прорыв. Вот вы представляете, как, да? Так вот, если вы решаете какую-то задачу, которая требует выхода в транс, если вы войдете в транс методикой ключ, то вы задачи решаете. Но если вы не знаете ключа, вы попробуете решить какую-то такую задачу, которую обычным способом решить не можете. Ну, возьмите любую задачу, которую обычным способом решить не можете. Поэтому нам и нужен ключ, потому что ключ помогает решать задачи, которые обычным способом решить невозможно. Ну, возьмите такую задачу, если вы ключа еще не знаете, и пытаетесь ее решить. Ну, например, представьте себе хлопок одной ладоши. Да, пока вы будете думать, как это может быть, чтобы одной ладошью хлопать. Обычно же двумя хлопают. Пока вы будете на этом сосредотачиваться. Да, многие из вас, многие из вас погрузятся в такое состояние. Удивительное. Да, и потом напишите мне там в комментах, кто как, что после этого почувствовал. Это же очень интересно. Да, 30% людей сразу, пытаясь решить эту нерешаемую задачу, это же разрыв шаблонов требует, они, естественно, погружаются в транс, где эти шаблоны и уходят. И в этом состоянии получают драйв. Да, это интересно. Напишите мне, пожалуйста. До встречи.